привет ник я посаду садись конечно слушай слушай вот мы с тобой давно общаемся до 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 сих пор не знаю ты чем вообще занимаешься по жизни ты как-то скрипту это все равно связан ты не просто так меня спрашиваешь все эти вопросы верно все верно брат я трейдинг изучаю расскажи поподробнее о нем кстати неплохо ты изучаешь трейдинг ладно давай расскажите про трейдинг потому что сам на самом деле занимаюсь трейдингом если ты не знал и не знал да тогда начнем с того что такое трейдинг чтобы у тебя было понимание если вдруг у тебя его нету трейдинг это про то чтобы купить дешевле продать дороже и наоборот и существует множество способов того как определить где купить дешевле и где продать дороже один из них технический анализ весь youtube весь тик ток усеян в техническом анализе сейчас я прикладываю скриншоты задолбаюсь их прикладывать наверное суть технического анализа заключается в том чтобы находить определенные фигуры паттерны на графике и по ним торговать в тик токе также в моем тик токе куча роликов по тому как отрабатываются эти фигуры как там рисуется допустим двойная вершина и она отрабатывается это все очень классно красиво новички думают вау просто посмотря на графику видят там кита иероглифы я смогу заработать это не совсем так и здесь на самом деле большая дискуссия про которую я сегодня тебе расскажу потому что множество людей совершенно никак не воспринимают в ноль просто технический анализ говорят что это гадание на кофейной гуще ни к чему это хорошему не приведет и невозможно заработать на техническом анализе я тебе скажу так можно можно заработать на техническом анализе я сам занимаюсь техническим анализом но не только им важно 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 сейчас пожалуйста новости свои уши торгуя техническим анализом исключительно маловато шансов заработать потому что все таки это остается рисунками на графике позже расскажу как с ним можно работать чтобы они тоже приносили прибыль но если брать трейдинг техническим анализом в голом его ключе это такая себе идея потому что сейчас на рынке допустим даже той же крипты существует куча маркет-мейкеров которые сами рисуют вам то что вы захотите вы предполагаете что здесь образуется двойная вершина не специально вам ее рисуют чтобы только вы в это поверили так что этому уяснили второй вид трейдинга второй анализ трейдинга это фундаментальный анализ что это такое фундаментальный какие-то слова у тебя вертятся вокруг головы вокруг головы вертится фундаментальный анализ он про макроэкономические события то есть фрс выдвинул какие-то там обновления по процентной ставке обновление обновление информации по запасам сырья не знаю нефти вот все такое это как раз таки про фундаментальный анализ трейдеры анализируют события на рынке и за счет этого предполагают как это повлияет на рынок условно они понимают что сейчас рынок не готов к сильному падению информации о наличии нефти да но у них есть какие-то там инсайды инсайдерская информация по тому какой будет как раз таки обновленной информации и за счет этого они могут предположить куда пойдет рынок уяснил 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 кстати чаще всего как раз таки фундаменталисты чуваки которые торгуют по фундаментальному анализу они гонят на ребят которые торгуют техническим анализом и называют это все просто рисунками в воздухе и все такое в обратную сторону кстати никаких заявлений не поступает обычно ну и основное пожалуй это понимание рынка то есть когда ты находишься в рынке уже очень давно тебя складывается какое-то мышление подобное рынку то есть ты понимаешь что в этом моменте можем развернуться это происходит на подсознательном уровне по торгуете год-полтора это говорю конечно но просто когда вы по торгуете большое количество времени у вас начнет формироваться вот этого что вот здесь блин а я где-то видел такую ситуацию очень похожую наверно развернется и она развернет скорее всего уже какое-то подсознательное именно такое вот мышление формируется трейдера так как заработать на трейдинге трейдинг это не про технический анализ исключительно не про фундаментальный анализ не про там он не знаю скальпинг про скальпинг говорим поговорим попозже чтобы не захламлять вам сейчас голову не буду на эту тему заходить трейдинг это про совокупность про совокупность то есть если вы знаете в превосходстве технический анализ на эти все фигуры как они отторговаться где заходить где стопы где тейки брать также важно знание фундаментального анализа знание как макроэкономика влияет на рынок как люди реагируют на те или иные экономические события и как на этом можно заработать понимание рынка и по и вот это все вся совокупность этих знаний вся совокупность этих анализов как раз таки дает вам профит просто придумал пример того что люди некоторые выкладывают в тик ток там то что они торгуют двойную вершину она раз пришла к уровню 2 отработалась да это так и есть но прикол заключается в том что до того как зайти в эту фигуру в эту позицию человек ну профессиональный трейдер провел кучу аналитических действий он провел фундаментальный анализ технически это много-много реально моментов а именно вот эта двойная вершина это просто последний последний фактор по которому он заходит в эту позицию не нужно думать что человек торгует исключительно по техническому анализу техническая вот эта фигура это просто завершающий штрих который дает ему понимание где ставить стоп лоссы где тейк профиты вот и все и как раз таки различия профессиональных трейдеров которые знают множество факторов влияющих на цену и это новичок которые торгуют исключительно техническим анализом в том что новичок зайдет в эту фигуру да он здесь получит профит но он зайдет еще в тысячу таких же фигур и там она гребет и не получит деньги профессионал зайдет исключительно в эту фигуру и получит свой профит спасибо тебе друг что был со мной как 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 твое мышление про по поводу технического анализа улучшилось все встретимся тогда следующий раз хорошего тебе вечера давай бро я пошел красивый закат